Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед этим только что прочитанным евангельским отрывком был озвучен отрывочек также из послания Якова, на котором сначала хочется остановиться. Итак, апостол Яков пишет, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Ну, поскольку и в других местах Нового Завета тоже говорится, что враг рода человеческого не дремлет, князь мира сего. Сейчас это более чем актуально, когда он через всякие эмоции, так сказать, тоже нас может атаковать. И такой важный призыв апостола – «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Это повторяет апостол пророческие изречения. Ну, например, у двух пророков, у Захарии и у Малахии, например, такая есть фраза. «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам, говорит Господь». А еще в одной книге библейской «Плач Еремии» сказано по-другому, но та же мысль выражена. «Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся». То есть, такой вот таинственный, как бы сказали богословы, синергизм. Синергия. То есть, здесь действие и Бога, но важен и ответ человека. И желание его обратиться тоже важно. Тогда и Господь обращается. Итак, и вот «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». В общем, та же мысль пророческая выражена. Ну и здесь дальше следует обличение самодовольных людей, в частности, состоятельных, богатых. Вот. Очень перекликается с вариантом Нагорной проповеди от Луки. Не у Матфея, а именно от Луки. «Горе вам, богатые, ибо вы обнищаете. Горе вам, присыщенные, ныне ибо взалчите. Горе, смеющиеся ныне, ибо вы возрыдаете». Здесь то же самое. Апостол Яков призывает таких смириться пред Господом, и вот тогда Он вознесет вас. И, в частности, сокрушаетесь, плачете и рыдаете. Смех важно обратиться в плач, а радость в печаль. Потому что есть, очевидно, от чего печалиться. Есть над чем задуматься, над состоянием таких людей. И, конечно, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Апостол хочет сказать, что если мы категорически навешиваем ярлыки друг на друга, если понятно, что можем иметь свое какое-то мнение, быть несогласными в чем-то друг другом, это неизбежный момент нашей жизни. Но если мы категорически, так сказать, злословим друг друга, то мы становимся действительно как бы судьями, а единственный правильный суд и справедливый суд принадлежит Богу, не нам. Мы по своей собственной ограниченности, неспособности объять необъятное, вот, в окружающей, в том числе, нашей жизни, неспособность проникнуть в состояние другого человека, почему он так поступает, почему он так думает иначе, думает, чем мы, и так далее, и тому подобное. Вот, мы становимся судьями очень недалекими зачастую, очень с ограниченной, так сказать, своей колокольней судим о ситуации, ну, а на самом деле Бог только и может рассудить правильно. И мы этот суд, мы его волю до конца не знаем, и до конца проникнуть в его замыслы не можем. А легко очень, так сказать, опускаемся в разные оценки. Ну, и вот отсюда доходит дело до злословия, в том числе, до осуждения. Дословно апостол Яков хочет сказать, не оговаривайте друг друга или не наговаривайте друг на друга. Греческое слово каталало означает, скорее, наговаривать или оговаривать. «И так, кто злословит брата и судит брат своего, кто злословит закон и судит закон». То есть ставит себя на место Бога. И тогда ты не исполнитель закона, но судья. То есть ставящий себя на место Бога, получается. И дальше он продолжает. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Дальше апостол переходит к другой теме тоже. «Вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать и получать прибыль. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий». Вот. Вместо того, чтобы довериться Богу и сказать, ну, если мы планируем, вот, если Бог позволит, тогда сделаем то-то и то-то. Тоже очень актуально на все времена, и в том числе сейчас, когда вся человеческая цивилизация поставлена в такие обстоятельства, что показывают они эти обстоятельства, всю ее хрупкость, всю ее ненадежность, всю ее эфемерность, так сказать, действительно, однодневность, можно сказать, как пар, появляющийся и исчезающий. Это и жизнь наша, и, можно сказать, с точки зрения вечности, вся такая непрочная, самодовольная человеческая цивилизация, основывающаяся не на воле Божией, а на своей собственной. И дальше, опять, богатые обличаются, чтобы их смирить. «Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Опять же, перекличка с Нагорной проповедью, где Иисус предлагает, не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают, крадут, где моль та самая изъедает это все, а собирайте сокровища на небесах. «Кроме того, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы раскошенствовали на земле, наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Опять же, такой образ, прежде чем принести жертвенное животное, вола, тельца, а приносить было принято самое лучшее, соответственно, сначала откармливали животное, чтобы оно было действительно упитанное, и чтобы жертва была, так сказать, сочная. Вот. И вот Яков хочет уподобить этих людей, роскошествующих, богатеющих свое собственное удовольствие, вот этим откормленным, обреченным животным, обреченным на заклание. Все их дело, вся их жизнь может стать вот такой вот обреченной, в один момент рушащейся. Вот. И дальше такое интересное, это пятая глава, шестой стих, такое интересное утверждение. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Во многих изданиях библейских слово «праведник» в данном случае пишется с большой буквы. Очевидно, версия синодального перевода, общепринятого, намекает на то, что здесь идет речь об Иисусе Христе. Но многие экзегеты, скажем так, даже наши русские православные с этим не согласны. В частности, Лопухин, составитель толковой Библии, или епископ Михаил Лузин и другие, скажем, толкователи еще XIX века, они указывали на то, что здесь идет речь вообще о любом праведнике, который богатый, сильный мир и сего склонны притеснять. Во все времена. Потому что там, например, сказано, что вы осудили, убили праведника, он не противится вам дословно, если переводить с греческого текста, не не противился, а не противится, то есть в настоящем времени. Как бы это все продолжается. Это все было, и это все совершается сейчас. Вот. Кроме того, значит, начало этого послания апостола Якова, оно кому обращено? Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. Радоваться. Первая строка этого послания. И в таком случае эти колена, находящиеся в рассеянии, тем более там многих колен уже не существовало, это, так сказать, символический такой образ всего Израиля, евреев в рассеянии. Конечно, будучи в рассеянии, они не могли распять Иисуса Христа. Это могли сделать только палестинские евреи, а не те, кто рассеяние, значит, в других регионах. Поэтому тоже момент спорный, если понимать этот стих, как касающийся только одного Иисуса Христа, того праведника, с которым они расправились и осудили его. Вот. Эта ситуация повторяется в разные времена, в разные эпохи. Вот так, возможно, хочет сказать апостол. А еще есть одна такая версия, что это он говорит о себе самом, как бы пророчествуя о своей собственной будущей судьбе. А его судьба была такова, об этом пишет историк Иосиф Флавий, что именно Якова Праведного, как его называли современники, сбросили с высоты, с крыла храма, и затем еще добили камнями. За то, что он как раз исповедовал Иисуса Христа Мессией, истинным Мессией, истинным спасителем израильского народа. Вот такое достаточно загадочное место. Ну и дальше вывод еще такой, что будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Как земледелец ждет драгоценного плода, и для него долго терпит, и тогда уже получает дождь ранний и дождь поздний. Ну, тоже характерные черты климата палестинского. Дождь ранний – это поздний осенью, дождь поздний – примерно март, начало апреля, когда сезон дождей вообще кончается в Палестине. И поэтому долготерпите вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. А еще точнее, если переводить с греческого, пришествие Господне приблизилось. Ну как приблизилось царство небесное, говорил Иоанн Предтеча, поэтому покайтесь. И пришествие Господне приблизилось уже. Вот. И дальше. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Это продолжение той мысли, которая была выражена в начале. Не отговаривайте друг друга, вот, не наговаривайте друг на друга, не злословьте. А здесь другой оттенок. Скорее, не жалуйтесь друг на друга. Вот. Вот, дословно, не стоните друг на друга, буквально. Вот. Ну, имеется в виду, не жалуйтесь. То же самое, это продолжение, какой-то тоже вид злословия, может быть, более мягкий, но тоже, так сказать, способны друг на друга в этом состоянии оговаривать. Вот. А вы не жалуйтесь друг друг на друга, а скорее, вот, будьте долготерпеливы, пришествие Господне приблизилось, и вот судья стоит у дверей, точнее, стал у дверей уже. Вот такое поучение сегодня календарное из апостола Якова. Ну, а что касается евангельского небольшого отрывка, тоже Иисус задает вопрос, какой властью ты это все делаешь? А имеется в виду, что? Когда он, только что, придя в храм, после того, как вошел на ослики в Иерусалим, не спорвергнул, там столы менял, значит, выгнал продающих жертвенных животных, валов там всяких, значит, продающих голубей, столы опрокинул, столы менял с их обменом на священные шекели, храмовую валюту, и тогда помогалось. Все это делалось, скорее, не в самом храме, а в притворе. То есть, вроде как, даже было дозволительно, и ничего такого, какого-то особенного преступления не совершалось, с точки зрения даже набожных иудеев. Но Иисус показывает, что и притвор, это тоже священное место, в притворе обычно молились язычники, двор язычников. Ну, и, значит, можно понять то, что Иисус говорит, и это место священно, а вы его, так сказать, вот своей суетой, своей меной, пусть даже на священные шекели, храмовую валюту, пусть даже, так сказать, жертвенные животные, вроде как, все правильно, формально вы делаете, но своей суетой вы мешаете и тем, кто приходит сюда, из других народов, из язычников, вот, дом, этот домом молитвы наличется для всех народов, и вы это все, вот, так сказать, как бы невольно оскверняете. С одной стороны, можно так понять, с другой стороны, эту акцию, своеобразную, непонятную для современников, можно и понять в перспективе, когда Иисус говорил своим ученикам, что от этого храма уже в скором времени не останется камня на камне, и тогда все эти жертвы не будут нужны, и вся эта мена денег не будет нужна, все это прекратится, потому что самого храма уже не будет стоять. Ну, только одна стена плач, так называемая, до сих пор сохранилась от этого храма. И вот в перспективе Иисус показывает, как бы намек такой делает, что будет дальше с этим храмом и вообще со всем этим местом. Мерзость запустения. Вот такая вот пророческая, можно сказать, акция, которая была понята уже десятилетия спустя вот теми же апостолами и его учениками. Бог всем в помощь! Продолжаем наше богослужение! Продолжаем!